Тем не менее, а вот эмоции и планы, конечно, Макси. Юлия Селепинская побывала на тренировке чемпиона Беларуси и готова рассказать о клубе «Столица» и его соперниках все. Два магических слова в игровых видах спорта «Лига чемпионов» творят чудеса. Чтобы заполучить право на проведение этого турнира, необходимо выиграть золото на внутренней арене. «Столица» — трехкратный чемпион Беларуси по мини-футболу. Соответственно, турнир у Ефа минчане смогли, как говорится, и попробовать, и грызнуть. В сезоне 2017-2018 им покорился сперва основной раунд Лиги чемпионов, а после «Столица» дебютировала в элите. Сегодня беларусов ожидает новый вояж у Ефа. В Минск, пожалуй, три клуба — французский «Тулон», нидерландский «Хавакуба» и балканский «Лебурн». Одна дружина проходит в элитный раунд. Беларусов бой поведет новый главком Евгений Осенцев прибыл в стан «Столицы» из России. В его послужном списке значится бронза российской суперлиги с Тюменью, последнее место работы коучи — нефтеюганский «Блик». Российская суперлига уровня может быть немножко повыше, но ведущие команды Беларуси примерно соответствуют уровню российской суперлиги, поэтому здесь достаточно интересный чемпионат. Есть хорошие среднячки, которые доставляют уже очень много хлопот. Плюс с командами, которые, будем говорить о аутсайдере, тоже непросто играть. С чего начинается большой мини-футбол? С разминки. Забьешь на эту часть тренировки — рискуешь получить травму. Олег Горбенко встанет столицы гуру. Пятый сезон слишком. Чем старше становится капитан, тем больше и больше в нем закипает азартная кровь, и просыпается новый интерес к мини-футболу. С приходом нового тренера всегда что-то новое. Но у него свое видение игры. Там больше играем в активный прессинг. Вот впереди лига чемпионов. Хочется как можно дальше пройти. Хотелось бы, конечно, попасть в финал четырех, но очень будет сложно. Но надеюсь, что... Надеюсь, как бы у нас команда очень обычная сейчас. Надеюсь, что все в наших ногах, руках. В этом сезоне усилили столицу игроки из распавшегося. Литильмаша, вратарь Евгения Змысля и нападающий Владимир Жигалко, который может похвастаться званием лучшего бомбардира. 52 гола за сезон. Но он больше говорит о своем новом клубе, а точнее о реальных планах столицы. Команда настроена на проход этого основного раунда лиги чемпионов. У всех горят глаза. Мы дома, и мы фавориты. Можно сказать, этой группы. Так что другой результат, кроме прохода, у нас будет плохой результат. На универсала Исмаила Гебадулина главный тренер очень надеется. Российский легионер должен стать одним из лидеров. А молодежь в лице братьев-близнецов Воронинах и воспитанника столицы молодого универсала Артема Липского окончательно сформировать глубину состава, в котором 18 футболистов. Лига чемпионов – это тот турнир, да, само по себе название говорит само за себя. Конечно, нужно играть первым номером, нужно пессинговать команды соперников. Мы их изучаем, сейчас есть достаточно информации. Я думаю, что все четыре команды более-менее равны по силам. Будем играть в высокий прессинг с командами. Здесь, конечно же, мы будем играть активно. Двухразовые тренировки для команды уже не нагрузка, а обычная подготовка. Предстоящие домашние игры Лиги чемпионов белорусы начинают с основного раунда. Он пройдет в Минске. 9 октября сыграют с командой из Нидерландов. Зрительские трибуны в Скауручи рассчитаны на 3000 человек. Конечно, нашим ребятам добавит куража. Благодарный зритель. Резюмируем. Домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в мини-футболе пройдут уже на предстоящей неделе.